Новые технологии, инновации все глубже входят в нашу повседневную жизнь. Это касается не только высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, но и животноводства. Сегодня уже никого не удивишь автоматизированными доильными залами, роботизированными фермами, компьютерными базами данных поголовья. В этом смысле хорошим примером для подражания служит компания «Дубноплюс». Два молочно-товарных комплекса компаний «Всавина» и «Ильино» оснащены современным доильным оборудованием, лучшей техникой для заготовки и приготовления кормов. Специалисты широко применяют в своей работе специализированные компьютерные программы. Например, ветеринары «Дубноплюс» работают в программе «Юниформ», с помощью которой можно анализировать воспроизводство, молочную продуктивность и здоровье животных. Животноводы широко используют российскую программу «Селекс». Она позволяет создавать замкнутый цикл обработки информации по крупному рогатому скоту в хозяйстве. А недавно управляющий молочно-товарного комплекса «Савина» Юрий Ньясов установил на своем компьютере демоверсию немецкой программы «Ебреминфутер», которая помогает зоотехникам быстро и качественно провести расчеты рецептур кормления крупного рогатого скота. Программа идеально подходит для молочно-товарных комплексов от корма крупного рогатого скота, свиноферм, птицефабрик, фермерских хозяйств. Программа уже имеет 135 готовых рационов и рецептур. Есть такие программы, ну как пример, вот буквально у меня на компьютере установлена программка для составления рационов для животных, потому что без этих программ, то есть рационально, если мы не будем кормить животных, это понятно, мы недополучим нужную продукцию, на что мы работаем. И нерационально, если будем использовать сырье, компоненты, скажем, нашего рациона, то есть это приведет к каким-то затратам, ну бессмысленным затратам и недополучим какую-то продукцию. А при использовании вот таких программ мы более рационально используем и тратим объемистые покупные корма, и с отдачей они работают именно для получения молока. Мы сразу поняли, насколько она проста, функционально с ней можно работать, и оно как бы составляется и отвечает всем тем потребностям, на что вот стоит обратить внимание при составлении рациона. И мы успешно стали ее внедрять, использовать, стали принимать консультации по этой программе. Чтобы сделать анализ рациона кормления коров, необходимо в рабочем окне программы указать надой, показатели жирности и белка молока, вес коровы. Затем из базы данных кормов выбрать свои корма. Если при составлении рациона допущены какие-либо ошибки, программа подскажет, как их исправить. Программа платная, стоит недешево, но в течение одной недели каждый желающий может воспользоваться ей бесплатно. Эта программа стоит все-таки немалых средств. Сейчас могу ошибиться по курсу евро, но более 300 тысяч рублей, по-моему, она стоит. Но мы используем пробную версию и на нем уже практикуемся и работаем. Я думаю, в дальнейшем мы договоримся с нашими руководителями, чтобы закупить ее в хозяйстве и успешно, чтобы она была окончательно у меня в базе и чтобы я с ней работал. Сегодня дойное стадо молочно-товарного комплекса «Савина» составляет 650 голов. Комплекс обслуживают 37 человек, работающие в две смены. Среднесуточные надои стабильно держатся на уровне 25 литров с фуражной коровы. Ежедневно комплекс отгружает 16 тонн молока жирностью 4%. Управляющий комплекса Юрий Ниясов поставил перед своим коллективом задачу довести в следующем году ежедневный объем отгрузки товарного молока до 18-20 тонн. По его словам, главное не количество, а качество. Решению задачи поможет генетическое оздоровление и ремонт поголовья и интенсификация производства всех видов кормов. Редактор субтитров А.Семкин